Люди рабочие, к делу охочие, как вас прикажете звать, величать? Можно величество, можно светлейшество. В ваших профессиях вы короли, но лучше могущество, стали литейшество. Вы трудовые владыки земли, вы представители народовластия. На Ленинградском металлическом заводе имени 22-го съезда партии часто бывают поэты, художники, артисты. Эти встречи планируются программой работы школ коммунистического труда. Здесь, в паратурбинном цехе, в 1962 году, родилась первая школа коммунистического труда, как форма политической закалки и постоянного повышения технических и экономических знаний рабочих. Однажды ветераны цеха, мастера токарного и слесарного дела, задумались над тем, как передать свой жизненный и профессиональный опыт молодежи, чтобы и люди росли, и дело спорилось. Решили обмениваться опытом не от случая к случаю, а постоянно, систематически. Так организовалась первая школа. Никто не думал тогда, что идею школы коммунистического труда подхватят буквально на всех предприятиях страны. Субтитры создавал DimaTorzok